Телеканал Самаргис совместно с ветеринарным центром «Флагман Вет» начали новый уникальный проект «Зоопатруль». Мы рассказываем о животных, попавших в непростые ситуации, и о людях, которые им помогают. Съемочная группа нашего телеканала вместе с ними выезжает и спасает четвероногих друзей. В Самаре есть люди, которые никогда не пройдут мимо кошки или собаки, если им нужна помощь. Бездомному животному не только дадут крышу над головой, но и окажут медицинскую помощь, проведут курс реабилитации и постараются найти новую семью. За 8 лет работы сотрудники центра «Флагман Вет» спасли тысячи животных, сотни приютили. Вот одна из таких историй. Елена Уварова – единственный сотрудник ветеринарной клиники, с кем соглашается гулять пёс по кличке Лимон. Собака 10 лет прожила в семье, но теперь находится под присмотром медперсонала. Ее хозяин сейчас находится в зоне СВО. От тоски Лимон отказался от еды и воды. С серьезным псом родственники его владельца справиться не смогли и обратились в ветклинику за помощью. Его мама и другие члены семьи на него не имеют должного влияния, и они столкнулись с такой ситуацией, что нужно было найти ему приют. Но здесь тоже есть свои сложности, потому что Лимон прожил более 10 лет в семье, и приют для него это, безусловно, стресс. Помимо внимания и ласки хозяина, Лимону срочно требовалась медицинская помощь, но он наотрез отказывался подпускать к себе сотрудников клиники. Фактически он отказался от еды, от воды. Он на стрессе, видимо, у него была подстилка, которую он там в будке, видимо, раздирал, разгрыз, и произошел заворот кишок. Весь этот синтепон у него забился внутри. Два раза мы пытались свозить его в клинику, он нам никак не отдавался. Мы вызвали целую группу ребят, которые вдвоем с двух сторон держали собаку, только для того, чтобы с расстояния можно было ее уколоть. После обследования Лимона прооперировали. Сейчас он чувствует себя хорошо. Чтобы завоевать расположение собаки, персоналу ветклиники понадобился не один месяц. Сейчас он подпускает к себе только санитарку Елену Уварову. Когда приходила на работу, я решила покупать колбасу, потому что он был очень тяжелый по характеру. То есть он поступил даже когда с хозяевами, он был в наморднике. То есть даже там при хозяевах он не давался погладить. Прямо, ну, видимо, защищал хозяев. Вот, ну, так как ночью, скажем так, народу у нас мало, и к нему страшновато подходить. Ну, решил через колбаску. И вот, смеялись, мужик продался за колбаску. Неделя у меня ушла на это. Спустя некоторое время Лимон позволил Елене надевать на себя намордник. Мать хозяина пса купила ему комбинезон для прогулок. И если сначала пса выводили только во двор клиники, то теперь Лимон вместе с Еленой гуляет по улицам города. На прохожих собака не бросается, но и чужих к себе не подпускает. Он сначала рычит, предупреждает то, что не надо, мне это не нравится. Как мы смеемся, делает холостой выстрел. То есть, именно что вот прямо же лаем, показывает то, что вы перегнули, перешли черту, но не кидается. То есть, как минимум, два предупреждения ты получишь, прежде чем он... Ну, у нас инцидентов не было, чтобы он кинулся. Мы его не провоцируем. По словам сотрудников ветклиники, с началом спецоперации некоторые семьи бойцов вынуждены отдавать животных под опеку зоозащитников. Это ситуация, которая объединила, собственно, всех, да, и поставила в определенные рамки. Безусловно, для людей дополнительный стресс, потому что им нужно служить. Они уходят очень быстро, не успевая, да, понять вообще, что с этим совсем делать. А животным нужно где-то жить. Кто-то должен о них заботиться. У них таких людей в ближайшем окружении нет. Департамент ветеринарей Самарской области обзвонил организации, которые могут помочь с передержкой животных, чьи хозяева находятся в зоне СВО. На сегодняшний день в ветеринарном центре «Флагман-Вет» живут более 10 таких питомцев. Некоторых, как правило, котов или кошек самарцы соглашаются приютить у себя дома. Так, четвероногие друзья испытывают меньший стресс от разлуки с хозяевами. Что же касается Лимона, то он недавно виделся со своим хозяином, когда тот приезжал в увольнительную. По словам сотрудников клиники, это была романтическая и трогательная встреча. Желающие стать хозяевами собаки, а может, кота, могут связаться с сотрудниками ветеринарного центра «Флагман-Вет» по телефону 8-917-817-39-19. Они расскажут и научат, как ухаживать за четвероногими друзьями. В рамках проекта «Зоопатруль» корреспонденты телеканала «Самара ГИС» вместе с волонтерами выезжают туда, где четвероногим друзьям человека требуется помощь, и показывают, как спасают животных. Стоит помнить, за жестокое обращение с братьями нашими меньшими грозит уголовная ответственность. Максимальный срок наказания составляет 5 лет лишения свободы.